Продолжение следует... На улице уже в 11 утра стояла 30-градусная жара. Еще недавно спортсмены нам рассказывали, как борются с холодом и дождем. Теперь у пелотона новый соперник – испепеляющее солнце. Есть небольшой секрет у нас. Вячеслав Владимирович Якимов приобрел такую вещь, как она точно называется, жидкость такая охлаждающая. И мы какого-то сейчас непосредственно попрыскались ей и становится даже немножко прохладно в такую жару. Владимир Исаичев предыдущие полторы недели неизменно работал на команду. Нам казалось, пришло время попробовать себя в атаке, благо Альпы были еще далеко и маршрут был подходящим. Но журналистам на туре свойственно ошибаться. Сегодня мы полностью работаем на Аликса, на Кристофа. Поэтому другие этапы будут еще для отрыва. Сегодня все под Аликса. В целом 12-й этап был очень похож на предыдущий. 185 километров, несколько гор – не самых сложных категорий, в которых Катюшевец, Хаким и Родригес даже теоретически не мог потерять гороховую майку лучшего горняка. Наш расчет на спринт Кристофа был неочевиден. В конце, близ Сент-Этьена, велосипедистов вновь ждал 10-километровый спуск, где, как и в среду, можно было добыть победу. Но этого не случилось. Основная группа скушала всех беглецов за 10 километров до финиша. Наша команда об этом и мечтала. Кристоф на последних сотнях метрах оказался в идеальной позиции для атаки и сумел таки опередить всех конкурентов. Толпу, окружившую тот час норвежца, Алекс не забудет никогда. Ну что ж, друзья, историческое событие. Александр Кристоф впервые в своей карьере выиграл этап Тур-де-Франс вот в этом самом шлеме. Давайте смотреть за тем, как его награждают. Напомним, что ранее Кристоф на этом туре дважды становился вторым. Почему в этот раз удалось выиграть, объяснил Дмитрий Конышев, сам не понаслышке знающий, как побеждать на Тур-де-Франс. Гонка была очень тяжелая сегодня. И те спринтера, которые приехали, они не были такие свежие, как раньше. Я как сказал, что у нас на третьей неделе, после 10 дней меняется все. Даже не спринтер, как Кристоф, становится спринтером. И, во-вторых, финиш был немножко в горку, который финиша ему очень подходит. Поэтому, я думаю, и из-за сложной работы команды, я думаю, что видно было, что команда очень хорошо работала. Вовремя вывезли вперед, вовремя оставили на хорошей позиции. И он нас не подвел. Тоже счастливые, хотя так и не искупавшиеся, Сергей Дерябкин, Александр Колотов, НКВ+.